Эти козочки хоть и живут во время пандемии, но с требованиями социального дистанцирования не знакомы. Что поделать, существа стадные. Если гулять, то только так, вместе, всем батальоном. Ну а во время обеда толкучки и вовсе не избежать. Эти животные любят поесть. На ферме их аппетит поощряют, ведь от этого напрямую зависит, сколько молока и какого качества они дадут. Поэтому кормят их щедро, вкусно, с изысками. Однако в этом году грянула небывалая засуха. Фермерам пришлось изощриться, чтобы рацион козочек из-за этого не пострадал. В истории нашего хозяйства сегодня мы переживаем самый тяжелый момент как раз в связи с засухой, с нехваткой кормов, а самое главное – нехваткой сены. Потому что половина рациона – это, естественно, сено. Привозим с соседних регионов травяные гранулы, сено. То есть покупаем, покупаем, покупаем. Козьему молочку, которое не потеряло ни в качестве, ни в количестве путь в эту комнату. Специалист в белом халате берет его в работу и начинается колдовство. Включаем по стерилизации и наш сыр варится. Сегодня хозяйство гордится своими результатами. Здесь производят около 20 тонн твердого сыра в год. Для такого предприятия это объем солидный. А главное, что продукция не залеживается на полках и моментально разлетается по магазинам. Виталий, руководитель хозяйства, помнит, что в самом начале пути было все совсем по-другому. Начало наше было давно. Начинали мы просто разводить животных и получать от них сырое молоко. Но пришло время к тому, чтобы молоко надо было перерабатывать. И в 2012 году поучаствовали в программе отмельсельхоза и Минэка и получили первый грант. Дальше все было стремительно. Закупили оборудование, прошли обучение и заработали. Дело пошло успешно. Не так давно фермер получил очередной грант и направил деньги на то, чтобы сделать результаты еще более совершенными. Вот как раз мы стоим в новом корпусе, который были построены отчасти на эти деньги. Приобрели новое оборудование, большую сыроварню, которая относится к классу выше, чем у нас была. Можем производить теперь в два раза больше сыра. Но главное, что за несколько лет удалось сделать почти невозможное. Получить имя и стать узнаваемыми на рынке. В этом плане важную помощь предпринимателям оказало Краевое министерство экономического развития. По линии Минэка у нас не забывают специалисты. Всегда приглашают на выставки, ярмарки. То есть осуществляется финансирование до 90%. Такие выставки нам помогают остаться на рынке и быть публичными, чтобы нас все знали. Поддержка бизнесменам оказывается в рамках нацпроекта «Мало и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Найти ответы на любые вопросы, которые касаются мер поддержки, вы можете на сайте мойбизнес.рф. Джамиля Абрагимова и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.